ну чё братские мои сердца всем салам всем добрый день добрый ветреный питерский день всем братский бородатый салам и так от люкс-класса от майбаха мы переходим казалось бы к самому дну дата китайщина да когда я слышал слово китай у меня это всегда ассоциировалось с чем-то самым гешманским самым негодным самым корявым кривым прошло совсем немножко как китайцы стали давать на гланды да кому практически всему миру во первых начнем с того что все что сейчас производится все начиная от каких-то телефонов там типа самсунга айфона там и так далее все производится в китае все что вы на себя одеваете все что у вас в кармане все это делается в китае поэтому у нас сегодня на обзоре сегодня вот такая вот тачка это китайская тачка это флагманская машина это черри тига 8 я помню несколько лет назад может лет пять-семь назад первые вот эти черри тигу да которые вызывали просто тошноту я просто не понимал людей которые могли просто отдать бабки за вот это вот говно у меня была в городе такая машина она сейчас есть не срастала с тем чтобы просто взять и поснимать у человека время там и так далее я как всегда буду правдив и буду говорить так как она есть я буду говорить правду несмотря на то что тачка дилерская нашел мне и мой очень хороший друг паша с питера у которого есть свой канал дизлайк ченнел кто не знает проходите подписывайтесь вот здесь оставлю ссылочку паша на тебя прорекламировал братья все все продался короче продал сколько у меня дал 10 11 12 13 тысяч 50 рублей и какой-то и чек на 2 350 это мой хороший товарищ мы с ним познакомились вот это работаем долго вместе уже около трех лет но увиделись первый раз поэтому спасибо ему за то что он предоставил эту машину вообще почему я решил сделать потому что это новая машина это новая машина это флагманская машина эта машина которая сейчас вызывает огромный интерес мегаполисов да удивился когда увидел такую машину у нас в городе потихоньку вот этот китай начинает взывать такое огромное доверие что люди перестали верить немцам перестали верить корейцам вы сами видели что такое бля нынче кореец да это был хунда и солярка и вы понимаете что они нам сейчас дают и когда я сажусь китайский автомобиль и понимаю что это китай и он лучше чем наш наша веста наших срей мне обидно за то что китай настолько захватил наш рынок да что людям он стал намного ближе и дороже я с джили кул рей реально ну немного отел на самом деле вот это наверное первый китаец который меня настолько поразил здесь же ну я просто в давайте начнем с перед к хочу обратиться к дизайнеру я не знаю что в твоей голове происходит все дизайнеры стали такими убогими ну да это китай скажите вы они у всех ну неужели не вариант и немножечко там а я не знаю видоизменить я смотрю на эту машину и она первое что мне напоминает муху скажите не так вот эти фары которые уходят наверх да то ну там я не знаю муху я не знаю кто вас берет дизайнерами кто вам сука я бы ему руки поломал то вам дает диплом или чего у вас там я не знаю бампер до передний бампер ништяк ничего грозно выглядит расширенный типа ноздри там и так далее да и опять же вопрос почему все делают решетки такими дрявыми дырки которые делают в этих решетках радиаторов наверное схожи с дырками в их них жопах два пальца с ним два пальца камень залетит раз вот и все это и встреваешь потому что машину покупает человек чтобы хотя бы какое-то время не знать бед и горя до новую машину это мое мнение потому что еще раз говорю на вкус и цвет все фломастеры разные поэтому кому то нравится кому то нет но вот это нынче в каждой машине кореец китаец немец здесь вся машина в люксовой комплектации она вся на вы на лед оптики когда говорит вся оптика светится она смотрится очень круто очень агрессивно пока я здесь никакой агрессии не вижу если смотреть по бочине машина очень симпатично выглядит самое первое когда ты смотришь ее с бочины ты понимаешь что она не маленькая где-то она мне напоминает x5 70 кузове где-то audi да там где-то еще что-то настолько грамотно это все переделывать что ты смотришь и по итогу тебе машина нравится что вы понимали вот эта машина в максимальной комплектации 7 местная стоит со всеми возможными скидками понимаете в салоне новой с нулевым пробегом 1 миллион 500 тысяч рублей полтора миллиона вот это я считаю бюджетный автомобиль нету никаких пакетов опции как у корейцев даже самое солярка со всеми этими пакетами кульками целлофанами авоськами стоит мульт 200 если не больше тут ты отдаешь полтора миллиона за семиместный переднеприводный классический ну я не за универсал кроссовер как кроссовок как его назвать да там то есть это еще можно как-то кроссовером назвать о семиместный он большой очень симпатично смотрится казалось бы где как не в китайцы должна быть это вся электронная приколюха если все что не делается да все делается там посмотрите на ее жопу она очень симпатично смотрится да ну я бы нашел для себя какие-то моменты да ну я вот стою и меня ничего не отторгает кроме вот этого вот этих декоративных насадок да и откуда торчит труба опять же ну понятно почему это делается потому что бампер то съемный элемент да китайцам даже не сделать замечание потому что все сейчас так делают как-то это декоративная насадка должна сниматься я не думаю что тебе будет по кайфу тянуть бампер сука со всей выхлопной системой вообще так вытащил да и сразу с коллекторами что касается в подвеске у нее спереди стоит обычный макферсон сзади многорычажка вот жопа красивая на самом деле она симпатично смотрится сейчас реально очень много подумать что я залезал да там ну нет мне на самом деле тачка понравилась мне особенно понравилась ее цена что касается зазоров моих любимых машина по зазорам плюс-минус сбалансирована она реально собрана неплохо я больше чем уверен что сейчас китай дает в рот корейцам французам по качеству сборки миллион в гору открываем багажник отклик моментальный она потихоньку открывается все что касается внутренней отделки вот я люблю простукивать да и я вам честно скажу да это шумно да пластик корявый он у ебанки если честно пластик но он пля по качественнее чем у корейцев он поставлен сюда интереснее чем у корейцев можно абсолютно куда угодно нормально добраться и это это начинает удивлять два ебанутых амортизатора да все здесь закрыта резинками там проводка закрыта реально она собрана качественно я сейчас стою я пою просто от того что я хвалю китайцам 7 мест вот вам но они вот так поднимаются да там раз подняли там два подняли да там естественно подголовнички вытащили там все дела да там все как надо смотрите что за плюха поднимаете и здесь специальная нища для шторки специальная нища ты можешь нищу не просто вытащить и не знать куда ее деть а у нее и здесь есть специальное место куда ты и ложишь здесь есть донкрат здесь есть вот ну треугольник вот этот органайзер здесь есть еще какое-то место куда ты что-то можешь там сложить там и так далее то есть все настолько грамотно скомпонована она напоминает me x3 у которую мы снимали помнишь и снимаешь шторку и ложишь у нее если сложить третий ряд сидений ну достаточно места для багажника сразу видно из подстаканники без вот это беда чтобы у тебя реми не шумел такое ощущение что каждая мелочь не создавалась именно для того чтобы нагнуть просто своего конкурента нажимаем и она обратно тихо спокойно камера заднего вида опа закрылась не хлопнула на закрылась ничего пацаны соскучились тоже по футболу да я короче как скучал по футболу мне не хватало вот этих криков голов спорим друг другу в группах пихаем так что в настоящий футбол вернулся обратно переходите по ссылочке в описании с нашими друзьями у них выбирайте себе любую игру которая состоится в ближайшее время для новичков есть новая прикольная фишка это страховка до 10 долларов также по промокоду асата по моему промокоду асата который вот здесь вы сейчас видите вы можете получить аху и бонус до 100 баксов на первый депозит ребят открываем заднюю дверь смотрим еще сядем сейчас просто да и посмотрим до чего я люблю до резинки вот как будто эту машину готовили под меня да что касается отделки да я сразу обратил внимание насколько грамотно да здесь сделаны швы если взять сейчас любую кию посмотреть на ее швы в ети какая разница вот здесь видно насколько аккуратнее шов там и ты далее болтики и который держит молдинг в прям портит впечатление на самом деле прикайфовал стачки и вот такие моменты портят а я реально прикайфовал стачки снизу резинка раз резинка 2 резинка 3 резинка чтобы вот эта часть у тебя порогов не пачкалась это ли не мысль о потребителе именно это и есть мысль о потребителе что касается карты очень дешево там в плане пластика да батон он вот смотришь на него да и такое ощущение ты хочешь прикоснуться и думаешь что он будет мягкий он не мягкий это огромный минус вам ребят мне бы хотелось чтобы вот он был мягкий если вы сделаете батон еще и мягким да то вы вообще поразите людей про строчка я думал это такая же на как и у джили да где пластик и на нем вот это резиновая имитация про строчки нет это в принципе материал ну там кожзам там или как хотите его назовите да и он имеет натуре про строчку то есть это нитка она ровная и это не имитация это реально нитка вот ее видно да здесь центр мягкий подобие кожзама там и так далее и о слава богу что-то они сюда придумали но мне почему-то кажется что вот этот материал они спели у тойоты они любители короче вот этой старой древней румынской мебели бы вот что-то вот отделка вот какая-то вот такая это не аквапринт эта текстура это чувствуется на вот этот плафон и они мне реально сразу понравились вот ну вот книжные или как их называют какая добрая подсветочка которая не коли тебе глаза на яркая мягкая именно мягкая подсветка закрываем двери ну достаточно так тяжело я бы не сказал что премиальная она закрывается есть какие-то звуки вот этого ходящего дрожащего стекла садимся диван ну достаточно реально достаточно удобный и о боги мы видим что здесь на двух сиденьях есть кармашки там а их нет у корейцев они их зажопили а здесь китайцы сделали подголовники имеем что мы имеем здесь имеем подлокотник два подстаканника но опять же каких-то неудобных я не знаю себя сюда что-то положил особенно если это горячее том мне будет я думаю неудобно ехать хотя это уже на это никто не обращает внимание они тебе его дали вот тебе как бы подстаканники как хочется ими так есть короче да имитация кожи она еще матовая достаточно приятно сидеть здесь ну я не скажу здесь убого здесь достаточно неплохо сидеть человек себя достаточно комфортно чувствует вот есть место до переднего кресла но меня больше убивает вот это шумки в машине практически нету ребят сначала когда на ней выехал мне показалось вроде бы неплохо вроде бы что-то шумкой здесь шумки нету сиденья надлом и да видно вот подсвет прям видно спустя какой-то километраж вы конечно видите от того что будет происходить с этими сиденьями а вот так порепаются потрескаются и так далее но отформовали но отформовали очень-очень мягким мягким таким материалом очень мягкой губкой плюс хочется заметить что за полтора миллиона в люксовой комплектации вы получаете подогрев сидений двухступенчатый подогрев сидений здесь также есть типа что-то под зарядка типа и избежка да вот пол практически ровный так как машина переднеприводная сядем на третий ряд сидений попробуем это сделать я приблизительно понимаешь его третий ряд сидений потому что у меня у самого trailblazer семиместный и там а сзади можно прямо просто прибухнуть и захотеть там вот ну прям очень по кайфу и ты его еще сюда задвинул и залази прям прям очень неудобно мне подголовник который должен служить подголовником он упирается прямо в шестой позвоночник я резко читал то может если его поднять неудобно ты сидишь сись как-то буквой сюда пролезть не ну это чисто детское какое-то место имеет ли смысл доплачивать за 7 мест ну думаю да если у вас есть дети я думаю детям здесь будет ну я не скажу что комфортно но будет неплохо но если подвинуться думать о людях которые сидят сзади ты не теряешь комфорте тем более по моему здесь угол спинки угол наклона спинки меняется тоже и ты можешь спинку подстроить под себя думаю это только плюс для большой семьи вот ключ который ну достаточно неплохой ключ такая болванка на непозорная она выглядит более или менее сносно да хотя есть что здесь тебя может подклинивать ты отходишь от машины там а ну грубо говоря от метр да и она сама глохнет складывает зеркала что уже удобно правильно удобно тебе не надо какие-то действия делать если ты вышел в магазин там еще что-то в натуре удобно попадаем переднее водительское сидение пассажирские неважно да здесь все просто компактно компактно аккуратно ничего тебя не отторгает очень много плюшек которые напоминают тебе варианты бмв это как вот типа мбт бмв шнэ да очень много вариантов напоминают тебе вот этот лендровер рейндж ровер да вариант вот это вот консоль посередине насколько сейчас я знаю что компания черри выкупила контрольный пакет акций у рейндж ровера и теперь китайцы правят миром что мы здесь имеем бардачок здесь есть две избишки 1 12 вольт подстаканник полуторный какой-то вот здесь мы имеем кнопки центрального замка 4 стеклоподъемника регулировка зеркал складывания зеркал мультируль подогрев по моему руля да под зимний пакет здесь есть зимний пакет он сразу присутствует его доп опциями никакими не надо добирать центральная вот это вот беда она очень такая симпатичная но очень марка вот 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 это вот шняга да она очень прям вот ну марка что касается любителям музыки дата поверьте мне музыка вас здесь удивит она реально меня удивило потому что ее во-первых приятно послушать а сейчас не буду ее ставить включая да она на самом деле приятно играть здесь выбираете там в ноги куда вам по кайфу короче чтобы дуло но все вот эти вот приблуды неплохо тапается достаточно шустрый понравились настройки звука круговой обзор здесь вы выбираете переднюю часть заднюю правый бок левый бог да там то есть конкретно смотрите камера здесь камеры спереди сзади по бокам зеркалах ну и круговой обзор два режима спорт и и к сразу скажу что это полнейшая на палова никакого спорта вы здесь не получите центральная консоль она отделана тоже таки мягким материалом тоже про строчкой вот здесь тоже видно пластик просто били кожей и все и натянули и вот сверху достаточно такая мягкая реально по кайфу датчик света датчик дождя подогрев лобового лобового вот сосек есть и вот у меня прям вот ну просто кайфую вот от этого он похож на стульчак реально как сказал пашан да кто-то пошел посрать и вот решил додумать это именно вот так у меня вопрос какого джила какого клещего нету на переднем пассажирском сиденье электрорегулировки правое пассажирское оно механическое ну что еще за экономия должна быть в люкс варианте то есть это полный фул у китайцев для не вариант то есть нету большего понимаете это максималка китайцы видишь додумались до газовых упоров и опять же киту китайцев хочется спать посмотрите в каком состоянии движок просто посадить в кому грязном состоянии неужели нельзя вот здесь приду почему здесь два вот таких ублюдать каких-то гонона стоят три тысячи километров я его снизу нету защиты дома стоит какой-то пыльник это двухлитровый мотор на турбине здесь стоит собственные разработки точно так же как и коробка закрывается как консервная банка я у меня жопа вываливается за вот эти вот бака короче я бы не сказал что это какая-то поддержки это просто ее имитация достаточно притки такой движок опа и что мне очень сильно понравились понравилось здесь какие-то армаза и марсель это сейчас на себя ощутил поехали на режиме спорт упертый движок в плане наглый хамовит и прям хочет чувствуется желание у него поехать он достаточно верховой снизу но очень тяжело идет может быть просто нет обкатки что касается управления достаточно послушная машина есть у нее вот это плавучесть ну так управляется она на самом деле достойно сбитая подвеска взбитая на ней очень комфортно ездить реально а на скоростях там проехал вы знаете меня поразило то что она не пробивает не прям в такие ямы запрыгивали что я думал сейчас очень вылетит а ну попробуем на мануале поехать ну поинтересней сразу до шумки нету реально и и здесь нету слышно как работает двигатель амбрат так у обычно работает что хочется выглядеть и обклеить ее снаружи на на мануале как интересно едет просто и гонова опа опа маневренная вещь через рельсы грубовато опа смотри хамло то есть ребят на самом деле вот такой вот был обзор на вот эту машину да есть вопросы конечно китайцам по сей день да там даже в этой тачке есть вопросы есть вопросы у меня самый самый мой первый вопрос это по переднему пассажирскому сиденью почему там а нету почему все таки они оставили ручное управление ручную регулировку да по шумоизоляции огромные есть вопросы по внешнему виду там и тогда есть некоторые маленькие вопросы да которые в итоге складываются в кучу и у тебя снуз как бы один вопрос большой в итоге в голове стоит ли покупать эту машину или нет я думаю что все таки да потому что сама сумма полтора миллиона со всеми максимальными скидками в полном фарше семиместный 2 литра мотор который в принципе неплохо едет он экономичен до вариатор которого боятся но здесь очень адекватный вариатор ну пас постольку поскольку я поездил на нем очень шустрый движок немало места в принципе реально немало места машина неплохо по сути смотрится плюс конечно есть вот эта имитация дороговизны имитации лакшери имитация комфорта и это все сейчас дает нам китаец я не лежу нет ну там просто взял и несколько хочешь за нее то и говори это мое реальное мнение об этом автомобиле машина в принципе сбалансирована она едет немножечко грубовато но это за счет 18 размера дисков да там а грубой резины и так далее нету никаких глюков нет нету ничего такого на чтобы мне хотелось бы вот остро пожаловаться по поводу вот там электроники мне на самом деле понравилась эта машина я честно вам говорю если бы у меня ну был выбор что покупать я бы обратил взор на этот автомобиль реально обратил бы взор потому что все-таки цена качество и что вы получаете в купе в этом автомобиле она того стоит но с вами был марат борода колеев и канала sata channel подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки оставляйте пару комментариев обязательно под этим видео ругаете вы меня или хвалите неважно оставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой инстаграм массата channel official ну и спасибо вам большое за то что вы со мной спасибо что проводите время около своих гаджетов просматривая меня спасибо большое что вы такие родные вот я вас очень сильно люблю ценю и уважаю всем пока скоро увидимся в очередном обзоре но от черри тига 8 я от души искренне ставлю лайк не два лайка один лайк всем пока